Всем привет! Сегодня предлагаю немножко отвлечься от теневупов и цифровых видеосистем и поговорить об аналоге. Об аналоге, которая, невзирая на все эпоха, она до сих пор жив. И компания АКК недавно, в очередной раз нам про это напомнила, выпустив свой новый видеопередатчик АКК Альфа-16. При этом 16-го названия это не просто цифра, это как бы намекает нам на то, что данный видеопередатчик имеет рекордные 16 ватт мощность. Сразу скажу, что данный видеопередатчик я не приобретал самостоятельно. Компания АКК прислала мне его на обзор, но, как обычно, я выскажу свое личное мнение, невзирая понравится она, компания АКК или нет. А мнение о данном передатчике у меня весьма неоднозначное. Ну, давайте обо всем по порядку, начнем с упаковки и комплектации. Погнали на стол. И вот, что мы имеем. Приезжает он в такой вот коробке. Коробка сделана из плотного картона с мягкой прокладкой внутри, что защищает устройство от ударов при транспортировке. Я думаю, даже при не очень бережном отношении к нему со стороны почтовых служб, ничего с ним особо не произойдет. Попробуем достать его из этой коробки и посмотрим, что мы имеем еще. Вместе с ним к нам приезжает еще некий комплект, а именно кабель для подключения питания, переходник SMA на SMA и инструкция. Ну, и давайте смотреть вообще, что у нас здесь есть. Итак, начнем, наверное, с разъема SMA и SMA. Просто мы померим, какая у него примерно будет длина. Длина у него получается примерно 9 см. Ну, это примерно стандартное решение, позволяющее удобно подключить антенну к вашему передатчику. Окей. Дальше посмотрим на кабели для подключения, а они имеют интересную особенность. Как видите, силовые провода здесь идут попарно и скручены косичкой. Подключать как плюсовой, так и минусовой провод к батарейке нужно по два провода. Один провод не выдержит тех токов, которые потребует передатчик. Сигнальные же провода имеют стандартную толщину. И что у нас еще здесь есть? Здесь еще есть инструкция. Инструкция достаточно подробная, она дает всю необходимую информацию о возможностях передатчика, включая то, что он поддерживает Smart Audio, его режимы мощности, токи, которые он потребляет, информацию о световой индикации на его экранчике, экранчик у него вот здесь, и его VTX таблица. Данная таблица может быть вам полезна, поскольку это нестандартные частоты, поэтому не стоит ее терять. Ну и на другой стороне у нас небольшие технические характеристики и информация о подключении. В том числе информация о том, что провода необходимо получать по два силовые. Окей, больше в коробке ничего нет, но по большому счету ничего лишнего и не требуется. Все, что нужно для работы здесь есть, так что давайте переходить к самому передатчику. Корпус, в общем-то, достаточно монолитный, я смотрю, собран. Сборка качественная, без люфтов и каких-либо проблем. Самостательная разборка, судя по всему, не предусмотрена. Все, что мы можем, я так вижу, это выкрутить, и если нам понадобится поменять вентилятор. На обратной стороне вот эта пластина не является радиатором. Я вижу, что здесь достаточно большое расстояние между ней и основной платой, но, тем не менее, я вижу там несколько термопрокладок, по-моему, две. Основное же охлаждение сосредоточено на верхней стороне, где установлен достаточно массивный радиатор со встроенным вентилятором. Конструкция вентилятора интересна. Здесь у нас с этой стороны заглушка, с этой стороны заглушки нет. То есть весь воздушный поток он направляет вниз и вот в эту сторону, позволяя эффективно охлаждать радиатор и, соответственно, отводить тепло от всей этой платы. Ну и, как мы видим, он достаточно массивный, поэтому будет даже интересно посмотреть, сколько у него получается по весу. Вес данного передатчика у нас получается 61 грамм, вместе с удлинителем SMA у нас получается 66,5 грамм, и с кабелями у нас получается 68, ну 69 грамм, для ровного счёта. Да, достаточно массивная штука, это необходимо учитывать при его установке. По габаритам данная передатчика имеет что-то порядка 36 миллиметров в ширину, 70 миллиметров без разъёма SMA в длину и 19 миллиметров в высоту. Достаточно тоже крупный, напомню, что не на все сборки вы сможете его установить. По мощности данного передатчика, данный передатчик имеет 6 уровней мощности, это 25 милливатт, 1 ватт, 3 ватта, 5 ватт, 8 ватт и 16 ватт. Как вы видите, из милливаттов у нас только 25, то есть предназначены для настройки на столе, следующий уровень мощности это уже 1 ватт. И лично я не очень поддерживаю начавшуюся гонку мощностей, которая идёт последние годы. Даже на 10 ваттах можно летать спокойно на огромное расстояние, сотни километров. Я оставлю ссылку на видео Аника, где он как раз на 10 ваттном передатчике от тех же АКК пролетел чуть больше 100 километров и, в общем-то, особых проблем не испытывал. Тем не менее, производители начали хвастаться цифрами, даже те же кадиксы цифровые выпустили двухваттный передатчик для своей системы. Компания АКК, естественно, тоже не осталась в стороне, и в данном случае не только участвует в этой гонке, но её и возглавляет. 12-16 ваттный передатчик, вот этот, это, насколько мне известно, самый мощный из доступных видеопередатчиков на данный момент. Что ещё можно сказать по этому передатчику? Этот передатчик также носит приставку AC, то есть All Channels, что обозначает поддержку всех каналов. Он работает в диапазоне от 4.9 до 6.06 ГГц, и имеет вот эти самые 96 каналов, разбитые по 12 бендам. Бенды следует отметить, что нестандартные, поэтому вот эта таблица из инструкции наверняка всем пригодится. Также учитывайте, что в Betaflight вы не сможете загрузить все его 12 каналов, поэтому лучше заранее выбрать те, которые вы собираетесь использовать. Также следует помнить, что если вы собираетесь использовать нестандартные каналы, вам наверняка потребуются вот их антенки, которые они отдельно пускают на 5 ГГц, потому что стандартные антенны низкий диапазон не покрывают, имейте тоже это в виду. Ну и по питанию. Рабочий диапазон напряжения данного передатчика от 19 до 28 Вольт. И вот тут уже возникают вопросы. Полный расчёт я вынесу в комментариях к посту в Телеграме, но кратко, этот передатчик может работать без отдельного бэка, получается только от 6С и только липо-аккумулятор. Это достаточно серьёзное ограничение, которое стоит учитывать при выборе источника питания, потому что, например, большинство адреналётчиков всё-таки предпочитает использовать лионки, поскольку от них мы можем снять гораздо больше тока, чем с липошек. Ну, что поделаешь. Ну и в целом дизайн и характеристики Альфа 16 впечатляют, но такие параметры, как вес, габариты и требования по питанию, делают его не самым универсальным решением. Этот передатчик явно подойдёт для крупных сборок и продуманных проектов, но он требует тщательного подхода к установке. Не считаю, что его стоит брать просто ради того, чтобы он у вас был. Ну и, на мой взгляд, где данный передатчик может быть полезен. Он отлично подойдёт для задач, где требуется высокая мощность сигнала и стабильная передача. При этом, например, если вы летаете на 10-ваттнике от тех же АКК, и у вас есть момент, когда вы чувствуете, что вам чуть-чуть не хватает мощности, то вот этот вариант вполне вам подойдёт. То есть вы можете поменять, поставить его в то же самое посадочное место, а не тех же самых габаритов, он прекрасно туда влезет. И в случае необходимости иметь вот те самые дополнительные ватты мощности, которых вам не хватает. Единственное, что помните, что если у вас была верхняя граница десятка, то здесь у вас получается 8 и 16. Возможно, на 16 ватт вам придётся переходить раньше, чем вы рассчитывали, а на 16 ваттах он будет потреблять всё-таки больше, чем ваш старый 10 ваттник. Кроме того, данный передатчик может найти применение в некоторых наземных проектах, таких как FPV-модели автомобилей, лодок, катеров, там, то есть все те модели, где нет таких жёстких ограничений по весу и по размеру устанавливаемых передатчиков. То есть вы можете в тот самый какой-нибудь ваш багги закинуть этот передатчик, закинуть к нему отдельную липушку и, в общем-то, иметь эти самые дополнительные ватты мощности, если они вам требуются. Ну и ещё один гипотетический возможный сценарий использования – это трансляция с камер в реальном времени, например, для мероприятий или съёмок. Я сложно себе представляю, где это можно использовать именно как аналоговый сигнал, но, тем не менее, вот эта самая его высокая мощность и широкий диапазон частот позволяет, в общем-то, это делать, то есть вести какую-то трансляцию в реальном времени, например, с вашей дачи или с какого-то мероприятия. Да, странно, но возможно. Ну и, наверное, на этом всё, что можно сказать про данный передатчик, не включая его, всё. Я собирался провести некоторые его тестирования, но я предполагаю, что поскольку компания КИК на самом деле давно на рынке, давно занимается передатчиками, ничего нового мы здесь не увидим. То есть все результаты практически, я думаю, будут скалированы с их того же самого 5-ваттника, который я в своё время себе приобретал и делал тестирование. Вот тоже я на него оставлю ссылочку, можете посмотреть. Естественно, надо будет дать поправку, что там было максимально 85 ватт, тут 16, но всё равно чудес мы здесь не увидим. Он на своих 16 ваттах будет пожирать там какие-то колоссальные цифры, превращать их большую часть в тепло, а лишь некоторую часть выдавать в эфир. То есть КПД всё-таки у них, у этих всех передатчиков не такой большой. Потребление намного больше, чем передача. Ну и плюс ещё, законодательные ограничения не позволяют мне его испытывать в полную мощность, как и технические ограничения. У меня даже нечем замерить его, например, сколько он реально выдаёт на своей максимальной мощности, 16 ватт там или 15, да. То есть максимальное, что я могу здесь найти поблизости, это замеры до 1 ватта, а это совершенно как бы неинтересно. То есть замерять его на 25 милливаттах или максимум на 1 ватте, но это нам ничего не даст, поскольку обычно крайние настройки у них достаточно точные. То есть плавать могут где-то в центре, а начальное и конечное попадает в заявленный диапазон обычно всегда. Поэтому поехали, наверное, уже на подведение некоторых выводов по данному передатчику, и на этом будем заканчивать. Ну и давайте уже подводяя некоторый итог, начинать говорить о его плюсах и минусах. В его плюсы я могу записать высокую мощность, широкий диапазон частот, качественную, реально качественную сборку и относительную универсальность, но только для крупных моделей. Спорные моменты по данному видеопередатчику я бы записал следующее. Решение использовать два провода вместо одного, увеличив его сечения. Два провода это всё-таки менее надёжно, чем один, при этом нагрев и потери тока на двух проводах всё равно будут больше, чем на одном, больше его сечения. Но, я так понимаю, это сделано в угоду миниатюризации. Следующий спорный момент это использование собственной сетки частот, которые для того, чтобы полноценно работать с данным видеопередатчиком, потребуют приобретать их же и видеоприёмник. Понятное решение, но тем не менее, если вы хотите использовать его со своим видеоприёмником, вы будете ограничены в выборе частот, и вам придётся подбирать необходимые частоты из имеющейся сетки. И цена в 199 долларов данного видеопередатчика тоже является спорным моментом. С одной стороны, мы имеем аналоговый видеопередатчик, хоть и на 16 ватт, но по цене дороже современной цифры. А с другой стороны, цена в 199 долларов отпугнёт новичков, которые не очень представляют, зачем данный видеопередатчик, и ориентируются просто на цифры, считая, что больше это лучше. Так что цену мы запишем в спорные моменты, но тем не менее, цена в 199 долларов для аналога, это кажется оверпрайс. Ну и в минусы по данному видеопередатчику я могу написать, в первую очередь, требования к питанию. Получается, мы ограничены только 6С липошкой без использования дополнительного бэка, а подходящий бэк это ещё придётся поискать. Его вес и габариты характерны для всей линейки Альфа, но тем не менее, ограничивают вас в использовании его только на крупных дронах, или на самолётах, крыльях, автомобилях или лодках, то есть тех сборках, где у вас достаточно места, чтобы его разместить. Активное охлаждение при его долгой работе, не уверен даже, что будет справляться этот вентилятор, например, если вы используете его на какой-нибудь радиоуправляемой машинке. Вполне возможно, вам придётся ставить дополнительный вентилятор для того, чтобы охлаждать весь этот передатчик вместе с его вентилятором. Да, 16 ватт мощности, это 16 ватт мощности, при этом, которая большая часть всё-таки будет уходить в тепло. Ну и, кстати, о мощности. 16 ватт вы сможете использовать далеко не во всех странах. В некоторых вам потребуется на это дополнительное разрешение, а в некоторых это будет просто запрещено. Ну и, наверное, минусы я запишу, что он никак не подходит для новичков, потому что, если новичок приобретёт данный видеопередатчик, он совершенно не поймёт, как его настраивать, как его использовать и для чего он вообще ему нужен. Ну и что я могу сказать в итоге? Акк Альфа-16 это уникальный видеопередатчик с уникальными возможностями, но это однозначно не ходовое решение для каждого впива пилота. Моё мнение о данном видеопередатчике весьма неоднозначное, но компания АКК заслуживает внимания хотя бы тем, что продолжает развивать аналоговую линейку и не только вот такими вот монстрами, но и более интересными передатчиками для большинства пилотов. Например, не так давно они обновили свою линейку Race Ranger и FX2 Dominator, которые являются более интересными для основной массы пилотов, в том числе и для гонщиков. А что думаете вы о данном видеопередатчике и вообще о линейке? Пишите в комментариях, будет интересно почитать. Ну а на этом всё, всем спасибо, кто посмотрел это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, всем счастливо и всем пока!